МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По плану апгрейдов в Бавруйске продолжается активное благоустройство. И окна вот на площадке поменяли. По каким адресам есть изменения? На Резкий и Красный на привокзальной площади произошло ДТП с маршруткой. Куда спешил водитель общественного транспорта? Бавруйские студотряды активно работают на благо родного города. Интересно участвовать в жизни колледжа, ему помогать. Какие профессии в ТОПе у молодежи? А также по новому уставу, наращивание объемов и свежая стоимость. Цены на топливо поэтапно поднимутся в Беларуси. Насколько? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент принял кадровые решения в структуре органов госбезопасности. Александр Лукашенко отметил, необходимо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории страны. Глава государства рассчитывает, новые назначения будут способствовать укреплению органов КГБ. Борьба ведется не только против информационной войны, но и против диверсионных групп. Кроме того, президент поставил задачу – выявлять и оперативно реагировать на факты коррупционной деятельности и возможные попытки крышевания. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг у нас возникнет желание у кого-то расширить свою, так сказать, деятельность коррупционную на территории Беларуси. И вот такое скрытое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах. Мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее. У нас этого быть не должно. Вот крышевание это, если оно есть, оно будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота – я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь, ты мне, я тебе – этого быть в Беларуси не должно. Я председателем несколько раз говорил об этом, ориентируя его на то, чтобы мы, занимаясь разведкой, контрразведкой, не забывали о том, что у нас есть свои внутренние проблемы, с которыми мы должны вести борьбу. И я очень надеюсь на чекистов, что, ну, по крайней мере, я буду вовремя информирован по тем или иным вопросам. Также Александр Лукашенко встретился с губернатором Магаданской области. Президент подчеркнул, необходимо решить, как будет идти работа над кардинальным увеличением ритма взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Глава государства обозначила ряд перспективных направлений для развития сотрудничества. Среди них машиностроение, промышленная кооперация, проектирование объектов, поставки потребительских товаров и продовольствия, переработка молока, туризм, санаторный отдых и медицинские услуги. Удар со спины ДТП с участием маршрутки произошло в Бобруйске. В пятницу около 16 часов 26-летний водитель БМВ двигался по интернациональной. Вблизи 14-го дома резко затормозил на красный сигнал светофора. В это время позади за рулем маршрутки 28-летний водитель не выбрал необходимую дистанцию и столкнулся с легковушкой. Четыре человека были доставлены в больницу для обследования. Занятия с пользой, гостеприимный уголок и обновленные правила. С июля ИП смогут предоставлять налоговые декларации только в электронном виде. В чем суть? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Объем ВВП за январь-апрель в текущих ценах 73 миллиарда рублей. Показатель вырос на более чем 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной драйвер роста – промышленность. Положительная динамика отмечается также в сфере производства продуктов питания и строительстве. Реальные доходы населения увеличились на 9%. Средняя зарплата превысила 2000. В Беларуси с июля ИП смогут предоставлять налоговые декларации только в электронном виде. Для этого предпринимателям необходимо получить сертификат цифровой подписи. Также, согласно новому закону, до 1 января 2026-го вседействующая ИП, чья деятельность не включена в спецперечень, обязана стать юрлицами. Цены на топливо поднимутся в Беларуси. С 21 мая горючее еженедельно будет повышаться на копейку. Один литр обойдется от 2,37 до 2,59. В последний раз цены на моторную автомобильную заправку менялись более года назад. За это время тариф российской нефти для отечественных НПЗ увеличился в более чем полтора раза. В учреждениях образования республики появится факультатив для предпринимателей. Ученики постигнут азы создания и ведения собственного дела. Десятиклассники изучат такие темы, как предпринимательское лидерство, навыки менеджмента, историю предпринимательства Беларуси. Без практической части не обойдется. Учащиеся попробуют запустить школьную бизнес-компанию. С начала года безвизом воспользовались более 84 тысяч граждан ЕС, среди которых больше половины литовцы, свыше 20 тысяч латвийцев и более 18 тысяч поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет напоминает, «Безвизовый режим» продлен до 31 декабря 2024. Весенняя модернизация. Бобруйск продолжает преображаться. Капитальный ремонт жилых домов проходит в каждом районе города. В первомайском изменениях заметны уже на Западной 5, Гагарина 10. Специалисты обновляют фасады, кровлю проводят замены инженерных коммуникаций, плитки устанавливают новые лавочки. Апгрейд запланирован и на Рокоссовского 70, 72, Лынькова 59, 50 лет в ЛКСМ 43. Посвежело немножко. Квартиры делали, в ванне и в туалете трубы поменяли. И окна вот на площадке поменяли. Также мы еще занимаемся детскими площадками. Сегодня мы открыли уже одну детскую площадку, она уже готова на улице Батова 20. А также еще планируется пять детских площадок. А также это уже будет не в рамках как бы срочного ремонта. На улице Западной здесь тоже будем ставить детскую площадку. На территории Первомайского района в рамках благоустройства дворовых территорий новые места для развлечений юных бобруйчан появятся на 50 лет в ЛКСМ 21, Аджиникидзе 46, Лынькова 61, 63, Горелика 61, 62. С пользой для себя и окружающих бобруйские студотряды не сидят сложа руки. В автотранспортном колледже работа идет полным ходом. Всего в студотряде трудится 10 бойцов. Ребята помогают в организации подготовки централизованного тестирования. Занимаются расстановкой столов, наклеивают на них номера, ставят печати на листах. Час работы оценивается в 5 рублей 60 копеек. Для удобства студентов трудовая деятельность организована сразу после занятий. Я записался в студотряда по той причине, что, во-первых, интересно участвовать в жизни колледжа, ему помогать, общаться с преподавателями, также надбавка к стипензии, ну и просто из личного интереса. Около 150 бойцов уже отработали свои смены. Результат не окончательный, так как ажиотаж на работу высок. Трудовой семестр в самом разгаре. В прошлом году в Могилевской области бойцами студотрядов стали свыше 6 тысяч человек. Для молодежи это не только возможность приобрести ценный опыт, но и проявить себя, продемонстрировать лидерские качества, инициативу и ответственность. Погода в доме. В Бобруйске прошел фестиваль «Счастье в детях». Никита Швайковский проникся темой. Центр поддержки семьи и материнства Покрова стал пунктом проведения форума, направленного на укрепление ценностей, здорового образа жизни, рождения и воспитания детей. Главные вопросы – демографическая безопасность страны. Если мы все-таки будем нести своей жизнью и самим собой другие ценности, то вероятность этого выбора ляжет, наверное, на весы все-таки рождения ребенка. Сохранение жизни каждого ребенка, в том числе еще нерожденного, приобретает особое значение. Это главный посыл таких мероприятий. Наши врачи делают все для того, чтобы жизнь человеческая была бы сохранена. Необходима такая поддержка, такое вдохновение, которое и дается на таких фестивалях, как сегодня. На протяжении трех дней проходили насыщенные и разнообразные диалоговые площадки. Завершился фестиваль показом спектакля «Сказ о Петре и Февронии». Этот спектакль мы показываем, так как мы знаем, что Петр и Феврония – это покровители семьи. И показывает спектакль о любви большой, чистой, сильной, о жертве друг другу, о том, как надо создавать этот уют, любовь и уметь жертвовать любя. Поэтому как нельзя лучше этот спектакль сегодня покажет суть любви. Плоды такие фестивалей уже есть. Значит, мы на правильном пути. И детский смех все чаще слышен. А это – самый главный показатель успеха. Никита Швайковский, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В преддверии 637-летия города на Березине информагентство «Бобруйск-Медиа» совместно с Краеведческим музеем запускает мультимедийный историко-культурный проект «Старый город» о зданиях города конца 19-го, начала 20-го века, сохранившихся до наших дней. Сразу после новостей не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok